всем привет с вами бонд мод и сегодня мы будем играть в группы названием автобусный симулятор 2012 кстати хочу вас обрадовать это мой первый так скажем аудио обзор очень начнем играть но хочу вас предупредить то что лучше поставить себе тазик перед ногами перед лицом чтобы если что блевануть но не на пол потому что это такое дерьмо я не могу тут походу одна единственная хорошо это графика но все остальное управление и даже просто чтобы завести автобус уехать на нем далеко и надолго потребует очень много усилий ну что приступим нам нужно сейчас дойти вот туда до депо открыть дверь что весьма не как-то поразило то что я не мог открыть ее но я ее щетки открыли вам одно хочу сказать конечно с трудом с таким большим еще и сквозь кстати тут можно приходить с вы это увидите сейчас смотрите сквозь об хуенная дверь я просто шоке мет такую домой я не знаю так вообще смотрите слева сзади то есть меня сейчас там слева слева сейчас нужно в общем выбирать автобусы ну лево кнопка мыши нажимаете и выбирать либо гармошку либо обычный а вот в этом месте выбирайте маршрут автобуса и сразу смотрим его на карте там все такое чтоб поближе был ехать там я не знаю кому как и в общем выбирайте его так потом бежите в этот в автобус бежали побежали побежали чё-то встал сейчас так нажимаем c чтобы сесть на место водитель потом нажимаем pp нажимаем и у нас проходит диагностика автомобиля автобус прошу прощения вот потом нам нужно будет нажать на е чтобы он настроил это все потом нажимаем на п чтобы завершить это настройку системы нажимаем еще раз п и заводится наша машина автобус желаем упад 7 включаем сигнализацию сигнализация это нижний где там нарисован микрофончик вот так скажем прошу прощения с ним вы синхронизирует потому что я сначала снимал видео а потом уже говорил потому что это такой картош и не мог говорить играть без мат спокойном состоянии в общем потом нажимаем на дел где нам потом . и вставляем карточку нажимаем около единицы на вот эту стрелочку еще идет загрузка карт так пока загружать хочу вам сказать одно прошу прощение естественно за мою речь невнятную так скажем я забыл как просто слово называется так в общем потом нажимаем 8 и enter не забудьте вычесть эту карточку и тем самым просто нажать и интернет переходим к самому аппарату там мы называем на f1 и жмем профиль там смотрим логин и порой записываем не знаю что и потом вводим его сюда сначала вводим логин и логин как некоторые говорят а потом уже пароль не забывайте нажимать каждый раз как вели вот эту зеленую кнопочку best так вели потом нажимаем на f8 и видим линии автобуса и номер какого кота автобуса вот запоминаем их записываем сейчас запишу все вводим сначала вводим код без разницы чего в общем сначала вводим код длинный потом мы вводим номер линии маршрута так или теперь выбираем стрелочками как у нас будет конечная какая начальная остановка то есть зеленый начало а красный это конец так ждем загрузку аппарата дождались теперь жмем тормоз очень переходим в обычный вид выжимаем тормоз и нажимаем d именно с выжатым тормозом потом нажимаем backspace плюс insert сейчас подождите немножко опережать события все отключили выключили какого ручной тормоз кстати если вы будете есть там ночь еще как по-моему эта игра она берет время от компьютера то есть у вас 3 часа то и не 3 часа то есть светло вот так что тут когда будете играть здесь будет ночью фары это на нумпаде звездочка в общем мы поехали как видите управление я буду вынужден назад больше нет как вы видите графика текстурки все это хорошо люди у меня с утром разных очень много это что ты с чем-то чтобы открыть большую карту нужно нажать там так в общем вот по этой красной мини карте вы видите сверху там естественно с девочкой это мы естественно я не знаю кто-то догадается да это мы девятилетний только ребенок и по красной нам нужно ехать ну я вам могу одно сказать ну если все время топить раз в пол тапку там из разницы ботинок собак вальник получается повернуть и вообще в общем не получается поворачивать в этой игре ты вечно слушаешь ты заезжаешь на бордюр там много всего в общем спокойно не надо не заедешь победить вот машина конечно тут не особо я сказал старались делать для ее то веса 5 гигов я думаю можно было что-то и получше кстати вот это вот немецкие вроде разработчики делали что я хочу просто сказать ну пока мы едем поговорить так можно сказать с вами немецкие разработчики они же вроде и создавали и омс который я делал выпуски до этого на выпуски русские россияне так не будем отыкаться но почему они создали вот этот шедевральный кал что что я не понимаю я не понимаю и к тому же еще вот это двенадцатого года она она весит по-моему четыре с половиной пять гигов что ли где-то в этом районе и и омс сколько ну почти короче гиг и еще где-то 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 в общем и вот на этом месте между прочим я запоролся я не знал как переключить скорость назад что у меня ни хера не получилось вот честно скажу но потом я догадался только я не очень помню по-моему надо ну жать на тормоз и правой кнопкой мыши левая правой щелкать просто куда-то ну вот там щелкать по этим цифрам он сам придет на n сначала вот а потом на r ну на на ну чтоб назад можно было ехать вот вот я не понимаю что тут автобус стал с машиной вот я смотрю это тенец прям так и норовя так скажем поставьте какие-то препятствия я понимаю въехать не может как 2 2 в горбане въезжали вообще никак и тут походу так же либо просто немцы хотят тут все ну это немецкие сработчики люди конечно если кто то из такого рода ничего не хочу сказать в общем они хотят похоже поставить эти всякие как змейка прям не знаю как это еще назвать как змейки какие то возьми вот вот и застрел между прочим я сейчас придется задний ход давать ну как вы помните это было очень бле между прочим эту монету я даже не помню как ее везде ну на сей момент я не помню ну что я хочу сказать я в эту игру больше никогда честно признаюсь я играю в нее первый раз ну где то наверное месяца за три в прошлый раз я в нее играл наверное в феврале или марте в общем когда она только вышла я обрадовался думаю сейчас еще что нибудь круче омси будет я думал круче нее ничего уже нет потому что это сам натуральникам симулятор и какой то вот странный водитель я проверял несколько раз он прям на ходу как-то за секунду вылазил из своего места да рабочих ну ты заметьте сколько народ вообще как туда получается кто конечно покупает не что делать попробовал но все кто захочет приходить посмотреть на это все там какие качества а сколько восстановительств может быть не только не смотрел ну я может сказать кто не не замечал очень редко замечал динокот людей потому что уйм еще только вот я вот не понимаю лучше или там не не потому что не много не не но все кроме C-Auto, по графику отсюда, и где их отсюда не вылечить. Но они вот стоят круто с самого на месте. В общем, не создал шильника так, мои мечты, и, в общем, мы практически подъехали к первой нашей установке, которая появилась. Как прямо, я не знаю, как по-настоящему начнёт врезаться. Он подлетел в индийских фильмах, кто сто пятьсот смотрел. Как там индийский фильм «Я тебе лошадей, а нам будет кинуть какую-то гоню в радиатор, куда-то кидают. Моток везёт. Машины летят, блядь, 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 блядь. Потому что, когда я ехал, у меня была мышка, курсор. А тут он куда-то делся, и я не мог открыть дверь. Ну, парк меня догадался, что это один и два, соответственно, единица на упаде – это первая дверь, а двойка на упаде – это вторая. Слышу прощения, заболело чего-то от этой жары. Кстати, что я хочу сказать. Если кто до этого места досмотрит, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь. И, ну, как сказать, я не заставлю вас ставить лайк. Если вы поставите лайк, я буду делать аудио выпуски. Но если не получится лайк, то будет. Ну, в зависимости от просмотра. Если у меня тысяча просмотров и один лайк. Там, например, все остальные дизлайки, естественно, я не буду этого делать. А если у меня будет нормальный лайк, я, может, даже и продолжу. Ну, а что я вам хочу сказать. Скорее всего, почему у меня будут дизлайки, там, у меня просто не будет лайков, это из-за моей. Плохой речи, в общем. Я не уговариваю букву, и поэтому у меня, ну, не очень хороший обзор получился. В принципе, я ни разу не пробовал. Вот, попробовал первый раз. Да. Так, что-то я перешел как на личный фронт. В общем, наблюдайте вот эту картину, когда она заходит в автобус и выходит. Я в этом моменте так бесился, блядь. Я так её материл. Потому что она заходит и выходит на неё, блядь. Дрожь берёт. Что за находит? И вот это вот зашло всё. Так, я закрыл дверь и всегонечку поехал. Но факт вон то, что ей нужен был билет. Но как его давать, я не знаю. Я нажимал какие-то буквы, вот, от, ну, от G до твёрдого знака. Где-то в этом районе, может, от N. Ну, Y и скобочка по-английски есть. А здесь по-русски вот N до твёрдого знака. А, не нормально. Раз, два, два, четыре. Семь кнопок. Где-то там вроде я и дал. Или она просто зайчиком пошла. Я так не понял. В общем. Вступали. И, что я ещё хочу сказать. Даже... Симуляторы автобуса 2010 года, который весил тоже GIG. Где-то как и OMC. Были хотя бы зеркала нормальные. Я не понял, как там 2009 и 2008 годов. Я уже не понял их. Честно говоря, я очень давно играл. Но этих даже зеркал нету. Нет, как сказать. Есть. Чё-то кто-то. Я бы сейчас не inad tranquila. Но вы и я всё равно имеёте вlast с ним. Почему-то у меня их имени не opened. Я не знаю, как так даже! Наверное бочков вторые. Видишь настрой. Дальше... Дальше второго. Видишь, первый первый. ... Когда ко мне так появился... Именно исключается, по третьему. Может мне, когда здесь появился. Это был первый… Дальше второй класс. Опять, я на свой личный вход не прошёл. И в общем там были зеркала, но ту, во в том случае, у меня это, который весит 5 гигабайт, 2012 года самый прогресс техники игр, таких, в общем, отличных игр, Spade 3, Mass Effect 3, ну и там, в каком-то году еще 5,4 вышли, самые охеренные игры. Я не весь, то есть, в принципе, намного больше этой игры. Ну почему тут даже нету, блядь, зеркал? Почему? Не обращайте внимания, потому что я все время на вес, на вес, я просто не понимаю, что здесь таково. Нахера мне издать вот эти все дома? Мне нужно автобусный симулятор, это не симулятор автобуса, извините, на торрентах есть симуляторы трактора, симуляторы лифта, симулятор строения небоскропов, всякой их херни навал. Дичьми, я сюда пришел не в этот игрок, не на дома смотрите, а на дорогу, скажем, все. Вот что я заметил, вот это, THQ, вот, вот он, THQ. В общем, без разницы, у меня понял шарик. Кстати, мне вот все кажется, что он американский, но играть-то на немецком, я не успею, нет, ну, такая... Чуть-чуть, где ее производили, ну, собирали, так, скажем, ее, потому что, что производитель, я рисовал, текстурой, и пошел. И его физики ни хера нету. В общем, вот. Чуть-чуть, что хотел сказать. В общем, я сбылся в смысле, но это не столь важно. Самое главное, наблюдать за процессом игры. Смотрите, Дидан пытается идти. Вау! Вы видели? Он все-таки зашел. Вот. Почему? Я не понимаю. У нас холодильник в России все время, все, что не едешь во столбце, они все время набитые до жопы, то, что дверь выбрали. Ну, мы все время тоже. Пейдер, к ней не может. Кто-то вставляет на учебу. Где-то сидит. В общем... Там, мы начали, да, это скоростно. Ого. Более склонен к людям, персонажам. но и никак не на автобус в принципе даже нет это как вообще нет нет хочу я вам признаться я даже я начала бесить выжимать shift запечатал компьютер игра заглючила зависла и невозможно но очень не буду не понравится я просто делаю свои было как не помню и я всем не ну пусть все красиво все 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 не срабьется в плане красоты ну вот теперь все хорошо ну там специально побольше и здесь я застрял так я сам не понимаю в общем дети мои дети мои мои сестры не играть в эту не позорьте не не бабушек и девушек вообще никого не позорьте если кто увидит стыд и срам на полвету ну что я хочу сказать всем до свидания удачной сессии вам ну и мне тоже за ним до свидания не а не не Продолжение следует...